Про мой характер говорят Что я чеканутая Как хватает на всех времени и сил? Потому что мне это очень нравится Я не могу без классного руководства Мне без этого скучно и одиноко Мы были подростками и мы переживали, что переживают они И я не считаю, не нужно надевать тут маску лицемерия И говорить, а я никогда так Нет, я вообще святая Нет, не стоит этого делать Вика, вы когда себя первый раз на экране на Ники увидели, что подумали? Хороша Яркая, харизматичная, нестандартная Для кого-то даже странная Таких, как она, часто не принимают Но не обратить на них внимания просто невозможно Она приехала в Калугу из Гусь-Хрустального пять лет назад Калуга – родина ее теперь уже бывшего мужа Сегодня учитель русского языка и литературы 22-й Калужской школы Финалистка конкурса «Самый классный классный» Она в числе активных, амбициозных и перспективных педагогов региона А ее фотография – на выставке лучших учителей области в одном из торговых центров Калуги К радости учеников, которые в ней души не чают Ей ничего не дается просто Будь то личная жизнь, выбор профессии Или вот даже это интервью, которое из-за технического брака пришлось переписывать Но она никогда не сдается И каждый день доказывает, к чему готова и на что способна Сегодня героиня программы – представитель молодого поколения калужских педагогов Увлеченная и разносторонняя Виктория Лаврова Собственной персоной Виктория, я по традиции дарю своим собеседникам апельсины Вот немного солнца в пасмурную погоду, принимайте, пожалуйста Спасибо Я знаю, что оранжевый – это ваш любимый цвет Верно Это желание выделиться, быть заметной или такой посыл Обществу осторожно, опасно Оранжевый – любимый, наверное, потому что желание подарить людям радость и позитив И действительно, этот цвет вызывает улыбку И хочется вызывать людей все-таки положительное Нежели отрицательного и так много у нас вокруг Здорово Вы знаете, я обратилась к психологам И вот что может говорить о человеке любовь к оранжевым Давайте мы проверим, совпадает ли с вами Давайте Люди, которые любят оранжевый, очень энергичны Совпадают Коммуникабельны и общительны Настоящие экстраверты Да Они любят шумные компании, могут поддержать любую тему в разговоре У них много хобби и увлечений Все уявлено Оранжевые люди хватаются за 100 дел одновременно И не факт, что бросают на середине Сил у них хватает на все Вы правда везде и всюду? Да, согласна с психологами Все точно И везде успешно? Стараюсь, чтобы везде было успешно Вот чтобы наши зрители поняли, что вы за человек Давайте хотя бы через запятую, потому что программы не хватит Перечислим все ваши любимые занятия Преподаватель в школе Запятая Запятая Руководитель театральной студии в школе Руководитель масс-медиа центра в школе Поэт Пишите стихи Стихи Занимаюсь танцами Историческими танцами Провожу мероприятия Редактор женского журнала Редактор журнала Рубрика на телевидении Точно же! Как я могла забыть о недавнем своем занятии Веду блог «Словарный запас» Давайте начнем с вашей основной деятельности Вы классный руководитель в двух классах, так получилось Сколько детей в общей сложности под вашим контролем, под вашей опекой? Я классный руководитель седьмого и девятого класса И под моим крылом 56 человек Как хватает на всех времени и сил? Потому что мне это очень нравится Я не могу без классного руководства Мне без этого скучно и одиноко Вика, ну не самый простой возраст, подростковый Согласна, возраст непростой Но если находить с детьми общий язык То наоборот, можно Из них нужно сделать своих союзников И своих друзей А не только быть строгим воспитателем Нужно с ними общаться Начинали вы, мечта детства была, быть журналистом Некоторые шаги по направлению к журналистике вы сделали У вас три курса журфака, да, Владимирского? Да, Владимирский государственный Да, журналистика изначально Очень горелая журналистика Но получилось, что судьба Все равно меня привела в педагогику Но тем не менее, журналистика, она меня не покидает Это масс-медиа кружок в школе Те знания, которые я получила за эти три курса в институте Они мне очень сильно помогли Потому что детям я рассказываю, да Тоже как газету делать Потому что весь первый курс мы делали газету Как себя перед камерой вести Потому что второй, третий курс Это именно была работа с камерой И вот сейчас сотрудничество, да, с Никой Тоже это помогло Вика, вы когда себя первый раз на экране на Нике увидели Что подумали? Хороша Какая проблема Ну, правда, хорошо ведь выглядела И тем не менее, я думаю, что нет смысла спрашивать Не пожалели ли вы, что журналистики предпочли педагогику Я это поняла после того, когда вы рассказали Под каким именем в контактах, в телефоне Вы значитесь у своих учеников Как вы там? Мама Вика Мама Вика, лисичка Еще там много милых названий После того, как я увидела на вашей страничке в соцсетях ролик Которые ребята сами сняли И вы об этом не знали Сами смонтировали И вам презентовали То я поняла, что ну все Все окончательно стало ясно Вы на своем месте Верно, я когда утром Они ночью прислали этот видеоролик Я уже спала И я утром открываю И у меня и слезы счастья И улыбка И смех Я вот так рот рукой закрыла И не знала, как мне реагировать Ну, я им написала большое благодарственное письмо Они вам точно понравились? Вам точно? Я говорю, конечно Я раз 15 посмотрела Еще отправила родителям И отправила друзьям Когда у нас проблемы Мы идем к Виктории Сергеевны А выходим именно так Когда Виктории Сергеевны нет в школе Наши дни проходят именно так Наши мальчики О ней только такого мнения Любимая Виктория Сергеевна Мы вас любим Она выглядит как мами Среди всех в этом клубе Я ведь всегда шикарен На ней сидится идеально У нее всегда все окей Ты должен мне открыть В этом учебном году Будет ваш первый выпуск Как классного руководителя Верно Что нужно сегодня педагогу Для того, чтобы завоевать авторитет У современного подростка? Я считаю, что необходимо С детьми находить общий язык Выслушивать их И никогда ни за что не осуждать И понимать Всегда нужно относиться с пониманием Это самое главное Потому что они от нас этого ждут Они ждут, что они могут к нам прийти И их не осудят Не будут о них кричать Не будут говорить, какой он нехороший А просто выслушают по-человечески И дадут какой-то либо совет Либо, если им это не надо Он знает, что человек Которому может довериться И который его не предаст И никому ничего не расскажет Вот, наверное, что в первую очередь важно Бывает так, что рассказывают что-то такое Чего и родителям даже не скажут Конечно А про первую влюбленность к вам Конечно Конечно Это самое интересное Я больше скажу Я очень люблю такие истории Советы спрашивают Конечно Это очень интересно И себя вспоминаешь Понимаешь, просто Мы же пережили когда-то тоже Мы были подростками И мы переживали, что переживают они И я не считаю Не нужно надевать тут маску лицемерия И говорить А я никогда так Нет Я вообще святая Нет, не стоит этого делать Ну, по душам поговорите вы с ребенком И он потянется к вам Ну, вы ведь тоже не всегда Только по шерсти играете Конечно Я могу тоже и поругать И... Самое вот такое С ними Жесткое проявление вашего гнева Неудовольствия Вы что делаете? Я? Угу Я на них очень убедительно смотрю И... Ну, это тон голоса, конечно Меняется И тембр И взгляд меняется И они понимают, что дальше уже не надо Они такие Все, все, все Нам все понятно Все хорошо Мы справимся Если за окном дождь Что может настроить на хороший лад? А мне нравится дождь А почему нет? Взял зонтик и пошел Про мой характер говорят Что я чеканутая Мне бывает стыдно За то, что я За то, что я Кого-нибудь подвела Женщина Женщина всегда должна себя любить Потому что Потому что Благодаря любви к себе И во глазах других Ты будешь привлекательной Вы в вашем детстве Я знаю, пережили буллинг Травлю одноклассниками А как вы думаете За что к вам так ровесники? Что их у вас раздражало? Люди не любят тех Кто отличается от них Они не воспринимают Когда ты одеваешься чуть лучше их Или талантлив Немного больше Когда у тебя получается больше, чем у них И учеба И творчество И тебя замечают взрослые Которые ставят тебя в пример Даже, если тебя взрослые ставят Это все было Естественно, людям это не нравится Поэтому, конечно, был буллинг Современное модное слово Но благодаря поддержке семьи Все образумилось Бабушка меня учила Как можно ответить колкостью на колкость Не позволять, да? Не позволять себя бежать Я не сразу этому научилась Скажу откровенно Не сразу это получалось И плакала И не думала Как же это так нагрубить людям в ответ А потом поняла А почему нет? Если они себе позволяют Почему я должна молча это принимать? И когда я научилась отвечать На обидные, да? Их оскорбления То все постепенно-постепенно Утихло и улеглось Но вы со своими одноклассниками встречаетесь Тем не менее Да, мы спустя 10 лет встретились То есть правильно себя вела, значит? Раз приняли все-таки Да, и мы все очень хорошо посидели Встретились Они еще вспоминали, какая я была Тебе, говорит, пальцы в рот не клади Я говорю, мне? Да я же лапочка А вот этот вот полученный в детстве опыт Он как-то в вашей педагогической практике Пригодился относительно буллинга? Конечно, все пригождается Любой опыт Абсолютно И это тоже Вы тоже детей учите Отвечать полкостью на полкость? Нет, я сразу сказала Что я не потерплю буллинга В своем классе Чтобы при мне этого не было Ни слышно, ни видно Мы все Все с вами равны И мы должны уважать друг друга Несмотря на рост Вес Разрез глаз И прочее Я не потерплю такого А было ли когда-нибудь, когда вы на работе плакали? Бывало От усталости Когда навалилось очень много всего Столько задач Которые ты понимаешь Что физически Ты уже не можешь выполнить В те сроки Которые поставлены И дети там что-нибудь Начудили И здесь надо сделать И бывает Ну, бывают либо дни Когда все хорошо И бывают такие дни Когда плохо со всех сторон И тут позвонили Что-то случилось И здесь У кого какая-то проблема И вот когда это все В совокупности Как клубок наматывается Да Просто Иной раз нужно свой Стресс Наверное Через слезы пропустить Ну Дети видели? При детях плакали? Бывало такое Но они меня успокоили А как они отреагировали? Они Они просто Все Ну, я вышла Они поняли, что я расплакалась Они за мной все побежали толпой Вот так вот на меня Сильно кинулись Обнимались И говорили, что все будет хорошо И еще вот так вот гладили Успокойтесь Все будет хорошо Ну что же вы, что же Вот Так бывает А я еще хричи расплакалась Потому что я Теперь я уже расплакалась Потому что они меня успокаивают Еще я знаю, что вы заплакали Когда провели открыт урок Для педагогов других школ А вот что вызвало Такую реакцию И что вы им показывали Ну, для того, чтобы Нам понимать В чем вы такая особенная У нас в сентябре Был городской семинар Пришли люди из разных школ И мы с большой командой учителей Мы делали семинар Ну, как бы хозяйка, да Хозяйка праздника, так сказать И вот я начинаю рассказывать Ля-ля-ля Там вот то-то, то-то И показываю им Сборник стихотворений Который мы сделали Совместно с учителями И папа мне очень много помогал Детские стихи Детские стихи детей Да, детские стихи Детские стихи Детские стихи Показываю, пожалуйста Они смотрят Ой, как здорово, как хорошо Потом показываю Нашу газету школьную Где я главный редактор Они опять смотрят Как же здорово А можно мы с собой возьмем Несколько экземпляров? Это тоже очень приятно Берите все Далее мы идем К моему кабинету А мой кабинет Он, чтобы к нему подойти Нужно пройти через стенку А на нашей стене нарисованы, по моей задумке, писатели внутри своих произведений. Она называется «Литературная стена». И вот у нас там Есенин с веточкой красоты. Да, дети рисовали. И Достоевский с топором. И дети рассказывают, мои девятиклассницы, вот у нас кто-то, кто-то здесь. Им задают вопрос, а кто идейный вдохновительный? Виктория Сергеевна. Так здорово, приятно. Дальше проводим урок, приятные отзывы. И в конце опять возвращаемся в актовый зал, где показываем спектакль. Там играла учительница, тоже молодая русская литература. А спектакль, так как руководитель театральной студии, я этот спектакль поставила. И вот они играют, и все сидят с такими вот вдохновленными лицами. И я расплакалась. И понимая, вот этот огромный пласт работы, вот я смогла. Я сделала. И мне так приятно, такая гордость за саму себя, что и первый раз, и успешно, и людям понравилось. Тихонечко угонул, там вот сбоку сидела, где слезки капают, капают. Ну приятно, приятно. На нашем телеканале вы ведете рубрику «Словарный запас». Это рубрика, разъясняющая значение слов, в том числе и современных выражений. А как вы разговариваете со своими учениками? На правильном литературном языке или используя их подростковый сленг, на разговорном? На уроках, конечно, на правильном. Но на переменах я могу с ними поговорить, почему использовать их словечки. Их это располагает. Могу вас попросить 2-3 словечка из молодежного сленга разъяснить? Ну, потому что не все они, понятно, старшему поколению зрителей. Ну, например, какие-нибудь. Давайте, самое любимое слово, очень приятное слово «краш». Что это? Переводите. Да, любимец. Ну, человек, который нравится. Очень нравится, сильно. Или тоже накая кринж. Стыд, позор. Когда кто-нибудь что-нибудь сделает. Ууу, кринж. Какие-нибудь, Торь Сергеевна. Нет, нет, это кринж. Так не надо. И их это, конечно, веселит. Понятное дело, что в какой-то другой, точнее, ситуации или на уроке я такое не скажу. Ну, в обычном диалоге почему нет? Я не знаю, слышали вы или нет. Депутаты Госдумы недавно выступили с инициативой о том, чтобы ограничить использование иностранных слов в публичной сфере. Как то на телевидении, в вывесках, в названии товаров всевозможных. Вот вы за сохранение чистоты русского языка или не видите ничего страшного в том, чтобы в язык, ну, к сожалению, массово в последнее время приходили иностранные слова? Я такого мнения, что мы можем все что угодно начать запрещать, но не нужно было этого допускать. И сейчас это очень сложно искоренить будет, да и практически невозможно, потому что, если посмотреть на кумиров нашей молодежи, тех же самых блогеров, которые используют слова, абсолютно неприятные слуху, ну, грязная речь. Я бы по-другому это не могу сказать, абсолютно неинтересная, неграмотная, абсолютно речь. И дети это воспринимают как истину. И когда это вокруг нет никакой цензуры, давайте так, нет никакого, может быть, закона, да, который ограничивает, что вот так нельзя в песне петь или еще, то и будет. Ну, это дети. А когда вы, допустим, вне школы слышите неправильную, неграмотную речь, вы как вообще реагируете, зная, как должно быть? Если это близкие мне люди, я исправлю. Если это мои ученики, я исправлю. Даже если мы вот просто будем с ними идти по дороге, и они что-то неправильно скажут, я исправлю. Ну, конечно, взрослых людей или малознакомых, я считаю, не тактично будет исправлять. Ну, мне воспитание не позволит подойти и сказать человеку, вот ты там неправильно сказал, звонит, звонит. В случае в магазине. Прихожу в примерочную, в примерочную батарею, и объявление висит. Вот, не ложите вещи на батарею. Я разворачиваюсь, вешаю на место вещи и ухожу. И больше я в этом магазине не могу. И не кладу, и не ложу, и никак. И не ложу, и не покладу, и никак. На самом деле, меня это очень сильно возмутило. Опять же, можно было подойти и сказать девочкам, вот, исправьте. Ну, не смогла я себя заставить и подойти, сделать замечание людям взрослым. Я всегда говорю правду, потому что... Потому что можно запутаться в собственной лжи. Я хочу, чтобы мои дети... Чтобы мои дети были похожи на меня. В моей личной книге рекордов первой строкой. Покупка квартиры в Калуге. Что выберете? Купить книгу или новый наряд? Ааа, что делать? Что купить? Ладно, книжку я могу скатить бесплатно найти, а платьишко надо. Вы увлекаетесь историческими танцами. Вот как вам такой современный, передовой, погружаться в атмосферу прошлых эпох? Это интересно, в первую очередь. Интересно и увлекательно. Почему я туда пришла изначально? Во-первых, мне с детства очень нравилось танцевать. Как на балах, да, в кино смотришь и с придыханием. А потом эстетика. Наряды. Кавалеры красивые, дамы красивые. И когда я узнала, что у нас есть клуб исторических танцев, я думала, почему не попробовать? Что за ощущения в историческом наряде? Вот к какому поведению вот это вот располагает? Ты сразу себя ощущаешь какой-то реально богатой дамой, которой и осанка другая, и походка другая, и вообще поведение другое ты становишься. Как в фильмах показывают, она такая кокетка светящаяся идет, несет себя, несет. Вот в этом платье именно хочется себя не идти, а нести. А люди со стороны-то как на нас любуются, даже фотографируются иной раз. Вот на мой вопрос. Что вам никогда не надоедает делать, мы вам сказали писать стихи. Спасибо. Поделитесь историей вашего первого стихотворения. По сколько лет это случилось? Ну, наверное, еще с малых лет, где-нибудь 7-8 лет, я уже начинала писать стихотворения. У бабушки у моей была печатная такая машинка. Для меня это интересно, какой-то механизм. Я начала у нее баловаться, что-то печатать. И тогда сочинила. Вот один из первых, наверное, стихотворений, это про кораблик. Что-то там по морю. Кораблик, веселенькое детское стихотворение. У меня вообще одно четверостишее было. И я прихожу в школу и решила его учительнице своей рассказать. Ну, хотелось поделиться. И я вот говорю, вот я сочинила стихотворение и читаю его при всем классе. И мне все начали. Нет, ты сочинила. Я говорю, да, ты не могла так сочинить. В общем, сейчас как бы сказали, захейтили. Не поверили. Не помню, как тогда отреагировала учительница, если честно. Меня больше тогда, видимо, впечатлило, как отреагировал класс, который не поверил. Не поверили, и ладно. Ну что теперь. Что мне эти доказывать им стоять? Что-то нет. А сегодня много стихов уже авторских? На книгу набралось? На книгу даже не на одну набралось. Если говорить про Калугу, то у нас проходил конкурс «Калужская осень» среди педагогов, пишущих педагогов Калужской области. И вот собирали стихотворение, тоже был отборочный тур. И я прошла, и получилось, что мои стихи опубликовали в этом сборнике. Это для меня тоже была одна, наверное, из самых первых таких побед. У меня тоже такая интересная ситуация с этим получилась стихотворением. Я же веду блог, я выложила стихотворение на своей страничке уже давно, и его же отправила на конкурс. И мне звонят и говорят, по авторским программам это не ваше стихотворение. Я говорю, как это не мое стихотворение? Ну вот, мы через программу пропустили антиплагиат, это стихотворение не ваше. Говорят, мое, я вам клянусь. Я доказывала еще, что это мое стихотворение, я прикладывала скриншоты со своего личного блога. Я говорю, да, он у меня выложен, вот, в интернете он у меня есть. Вот это прикладывала, только тогда мне поверили. Ладно, ничего не дается так просто. Видимо, надо кому-то что-то доказать. Ну, главное-то, что я свою правоту знаю, мне легко. Вот написать рифму в несколько строк, пожалуй, это любой человек сможет. А где проходит грань между зарифмованными строками и поэзией, на ваш взгляд? Ну, стихотворение, действительно, вот эти бульварные стишки, наподобие, как в интернете, да, может написать кто угодно. Когда ты вкладываешь в стихотворение свою личную историю и свои личные переживания, вот это уже поэзия. Вот это уже твое авторское и неповторимое. А есть свое личное пережитое о воспитательном процессе? Сихотворение о воспитании? Да, конечно, есть. Воспитать человека – процесс кропотливый. Вложить в него знания истин правдивых. Показать этот мир, научить его видеть, объяснить, что не стоит людей ненавидеть, дать понять, что вся сила в честности сердца, только сильные духом откроют все дверцы. Объяснить, что за каждый шаг и поступок быть в ответе придется, без смеха и шуток. И вот тогда я его тоже написала как-то спонтанно. И оно до сих пор со мной живет, это стихотворение. Гитя, человек, который пишет добрые стихи, не может быть злым, да? Скорее, да. Кто чем наполнен, то мы и транслируем миру. Еще вы со мной поделились и сказали, что умеете дружить. Как это уметь дружить? Уметь дружить – это с человеком быть откровенным. Когда человек может быть с тобой откровенным, и вы знаете, что это останется между вами, и вы можете друг другу дать совет, и можете помочь. Вот это уметь дружить. Некоторые путают, да, встретились там раз в неделю, в пятницу, посидели в кафешке, считают, что это дружба. Нет, на самом деле. Когда ты можешь позвонить, сказать, мне нужна помощь, и человек это сделает безвозмездно, когда не осудят. Вот так вот, да, это дружба. А что из семьи родителей вы как образец в свою семью привнесете? Что при детях никогда не нужно, наверное, какой-то негатив показывать, который вы со стороны получили. Не нужно кого-то обсуждать, да, в тех же учителях не надо. Никогда родители не делали этого при мне. Никогда никого не обсуждали. Разговаривать с ребенком. Наверное, давайте так, со мной всегда в детстве разговаривали. Все, что я не спрошу, мне рассказывали. Папа, что за звездочка, папа расскажет. А что за травинка, папа расскажет. Как красиво одеться, мама все тебе сделала, куколку с тобой нарядила. Вот, нужно, наверное, в контакте быть со своим ребенком, и тогда будет личность. Если бы в своей жизни могли бы что-то изменить, что это было бы? Ничего бы я не хотела сейчас изменить, если честно. Мне все устраивает, мне все нравится. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok